Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой Головатовка-Азов. Авария случилась сегодня в 6.40 утра на Когольницком шоссе в Азове. За рулем пассажирской газели был 32-летний мужчина. По предварительным данным областной ГИБДД, он не справился с управлением и въехал в левый край, стоящий на дороге фуры. В результате ДТП пострадали семь человек. Все они пассажиры маршрутки, но им потребовалась госпитализация. Без руки и ноги нос промили в крови. Водитель с ограниченными физическими возможностями, но неограниченным запасом безответственности устроил ДТП в Батайске. Сел пьяным за руль своей Нивы-Шевроле. И что неудивительно, не справился с управлением. Вылетел с дороги в районе 115-го дома по Арджиникидзе. Нива слилась в ливневку. На месте аварии оперативно выехали скорые пожарные. Но от помощи медиков 62-летний водитель отказался. Как сообщат очевидцы, в салоне были еще две пассажирки. Одной из них понадобилась помощь. По данным областной ГИБДД, никто серьезно не пострадал. Машина, которая, к слову, переоборудована под физические особенности инвалида, получила механические повреждения. Лучших трактористов, механизаторов, акрономов и руководителей хозяйств сегодня чествовали в Ростове в зале общественного собрания. Датской губернатор по поручению президента России вручил им государственные награды. Это неожиданно и вообще честь такая. И кажется мне до сих пор, что это не со мной. За каждой наградой многолетняя добросовестная работа. Эти люди обеспечивают продовольственную безопасность региона и повышают конкурентноспособность донских продуктов. За каждым килограммом или тонной зерна стоит просто человек, тракторист, механизатор, конечно, инженер, руководитель хозяйств. И только такая вот красивая-красивая работа, которую вы делаете, на самом деле обеспечивает это. Но ведь это не просто работа ради урожая и ради тонн. Это работа ради того, чтобы страна была в порядке. В прошлом году, отметил губернатор, урожай превысил 12 миллионов тонн. Ростовская область заняла первое место по урожаю зерна в России. Отборочный финал для халф-корт, известного баскетбольного турнира, который проводится в мире второй год подряд, прошел в Ростове и еще в 16 городах России. В этом году на баскетбольных площадках Грибного канала в борьбу вступили 32 команды. В отличие от классического баскетбола 5 на 5, этот 3 на 3 более динамичен. Матчи проходят всего на одной половине корта. Вид спорта один – баскетбол, но дисциплина совершенно другая. Она отличается от 5 на 5 и больше динамикой, и больше силовой борьбой. И другие качества требуются от игроков. Поэтому не зря этот вид спорта, будем называть это так, включили уже в программу Олимпийских игр. В этом году в ростовском этапе приняли участие не только южные команды. Впервые под палящим июльским солнцем на корт вышли гости из северной столицы – команда сланца из Ленинградской области. В решающем матче победу со счетом 21-16 одержал клуб «Искра». Теперь эта команда представит Ростовскую область на всероссийском финале в Калининграде.